Здравствуй, Вадим Михайлович. Здравствуй, Володя. Я решил под Новый год, поскольку был большой перерыв, полгода точно я не выступал. Первое, что я хочу, поблагодарить всех за ту неоценимую помощь, которая была оказана мне и моей семье, проведение этой сложной операции, реабилитации, которая еще продолжается. Я даже не ожидал, что столько людей включится. Это вряд ли где-то в какой стране. Это возможно, это только в России. Второе. Заканчивается год столетий Великого Октября. До его конца осталось буквально несколько дней. Я хотел высказать несколько положений видения нашего авторского коллектива о том, как могут развиваться события дальше. Ну, солнце уже повернулось на лето. Зима на мороз. Мы все рассчитывали, что этот Новый год мы будем встречать со снегом. Но вот за окном опять все тает. Плюсовая температура. И пушкинская в тот год осенняя погода стояла долго на дворе. Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе. Настоящий. Ну, теперь я хочу перейти вот к тем вопросам, которые я хотел бы сам осветить. Но тут оказалось, я их вчера и сегодня смотрел, что заинтересованная публика накидала больше трехсот вопросов. Я попросил наших товарищей провести их классификацию. Посмотрел и сам. Ну, зрелище печальное. Поделиться классификацией, сколько, куда и вопросов ушло. Да. Ну, вот давай ты скажи, как ты классифицировал, а я соглашусь или нет с этим. Значит, из этих трехсот вопросов где-то около ста сорока сообщений, потому что в разных сообщениях бывает, несколько вопросов задают, которые можно уложить в такую категорию, как оцените для меня информацию, какие-то события, и скажите, как будет, что происходить. Ну, на мой взгляд, это более вопросы такие ежедневенческие, что люди не хотят сами подумать на эти вопросы, и ждут какого-то ответа, уже готового по тем или иным. Вот их около ста сорока, ста пятидесяти. Значит, еще сорок два сообщения составляют вопросы, вроде, когда будет что-то написано, когда будет освещена какая-то тема в материалах концепции, или же, наоборот, показывающая непонимание, например, где в концепции освещена тема эволюции. Ну, человек, видно, что это не знаком. То есть, вот такого рода вопросов было около сорока двух. Итого, у нас почти 200 вопросов вот такого плана. Из оставшихся сотни, где-то около 35 вопросов, это будет, как мне поменять себя или окружающих? Ну, в целом, я согласен с такой оценкой и распределением вопросов, но хотел бы добавить, что это ведь ВКонтакте, где в основном молодежь. Вот, молодежь, это, естественно, интересует будущее, и они проявляют интерес к тому, как будет дальше развиваться концепция. Вчера у меня была встреча вот с валенмеховцами, потом из Калининграда приезжал товарищ, где я тоже отвечал на вопросы. Но я в целом вот этот период, я считаю, октябрь, ноябрь, декабрь, это был период сплошного пиара имперскости России. Россия империя, она развивалась очень динамично, если бы не революция, которая прервала вот это развитие, то мы бы сейчас имели 600 миллионов населения, как это предсказывал Менделеев, вот, и у нас все было бы хорошо, и спутники бы летали, и, может быть, были бы уже и на Марсе, и на Луне. Но я хотел бы вот охладить имперцев. Я вообще буду задавать вопрос аудитории, которая будет смотреть этот ролик. Вопрос номер один. Россия все-таки цивилизация или империя? Потому что сейчас вот вводится термин имперская нация, политическая нация. В нашем представлении это давно уже, с самого начала нашей деятельности, Россия – это не империя и не страна в обычном понимании, а это цивилизация. Я на этом акцентировал внимание во время Всемирного форума в Пекине почти пять лет назад в социализм и мир сегодня. На этот форум были приглашены только Азия и Европа. Мы туда попали благодаря такой активной деятельности Максима Васильева, и мне удалось выступить в самом конце этого форума, где я протащил всех участников форума от Атлантиды до нашего времени. Ну и Запад отреагировал негативно, Восток отреагировал с пониманием. Я не раз об этом говорил, поэтому повторяться не буду, но вот эти три месяца последних – октябрь, ноябрь, декабрь – характеризуются не просто пиаром, а тем, что этот пиар преследовал основную цель. Они вернутся ли нам к монархии, несмотря на заявление президента, что монархическая страница перевернута и возврата к ней не предвидится. Я отметил только один день – в начале ноября, нет, в конце октября, когда утром по радио я слушаю программу «Вести», где Соловьёв и ещё кто-то с ним очень тоже пиарили монархическую Россию, а потом они поставили вопрос, для слушателей. А вот если бы вы сто лет назад оказались в Петрограде, на чьей стороне бы вы выступили? Большевиков или белых? Были даны два телефона, потом они подвели итоги, и к своему разочарованию это видено было в процессе подведения итогов 86% заявили, что они оказали бы на стороне большевиков. И они объясняли, почему. Потом днём по религиозной программе, которая сейчас есть под названием «Спас», два коллектива, один возглавлял историк Спицын Евгений Юрьевич. А второй, всё забываю его фамилию, историк, либерал. С ванильда? Нет, нет. Ну, он пивоваров. Вот, их было по три, одни пиарили тоже имперскую Россию, ну, а вторые больше говорили о наследии советского времени. Массовка была в основном молодая, ведущий был Мамонтов, который об этом прямо сказал, и в конце передачи он сказал, вот стоит микрофон, подходите и говорите. И вопрос был тот же, с кем бы вы были, окажись вы сто лет назад в Петрограде. Если на радио результат был восемь-шесть процентов за большевиков, четырнадцать за белых, то здесь вообще похоже все сто процентов на стороне большевиков. Так что Мамонтов возмутился, говорит, ну, а кто-то за белых-то есть, ну, там один вылез, что-то пробормотал, его там захлопали, это вызвало у тех, кто запускал эти программы, очень сильное разочарование. Хотя отмечено было, что массовка – это молодежь, рождённая после девяносто первого года, то есть это тем, кому двадцать пять, но не старше тридцати пяти. – Это образ либеральной России. – Да, да. Ну, поскольку у нас буржуазный либерализм, те, кто видел круглый стол Майя, в котором я принимал участие в Москве, где присутствовал Хазин, Делягин и ещё товарищи наши из Татарстана, которые одновременно занимаются переводом Корана, поэтому тоже в числе вопросов много. Первую часть перевода Корана мне прислали, я отправлю это Юшину и попрошу выложить. Вот. Ну, а известно, что всякий буржуазный либерализм рано или поздно заканчивается фашизмом. Это, к сожалению, было не в записи, а во время перерыва Хазин за столом, когда мы обедали, сказал, да читаем, читаем мы ваши материалы, и меня бесит категоричность ваших суждений в них. Потом примерно такой же вопрос мне задал один из ректоров Тимирязевки, а вот что делать с теми моими товарищами, которых возмущает категоричность ваших суждений. Я ответил, что вы путаете категоричность с определенностью тех или иных выводов. Либералов устраивает неопределенность. Вот наш президент Владимир Владимирович Путин как раз представитель вот такой неопределенности. По крайней мере, ему удалось продержаться у власти 17 лет, и он собирается еще 6 лет. Я говорю, потому что, скорее всего, он и будет выбран президентом. Итого жизнь целого поколения. буржуазный либерализм заканчивается как правило фашизмом, потому что буржуазные либералы не в состоянии держать народ в тисках буржуазного либерализма. И не надо забывать, что Гитлер пришел на волне буржуазной демократию к власти вполне законным путем. К тому времени в Соединенных Штатах уже была официально зарегистрирована и действовала фашистская партия. И многие олигархы Америки они фактически взращивали немецкий фашизм, ну а Гитлер, пройдя близ к Ригам Европу, решил, что он может это сделать и по отношению к России. Вот здесь я хотел бы остановиться на оценках президента. Как вы помните, где-то в начале своей деятельности Путин высоко оценивал философа Ильина. который уехал на Запад, жил он в Швейцарии в комфортных условиях, ну и писал статьи во славу фашизма немецкого. Но почему-то Владимир Владимирович прошел мимо другого философа, который написал очень интересную работу «Народная монархия». это Иван Лукьянович Солоневич. Он сам из Белоруссии, перед Первой мировой войной он перебрался в Петербург и, в общем, хотел вступить в армию, но из-за близорукости оказался негодным. революцию революцию он не принял. Был отправлен в Соловки, бежал оттуда два раза. Первый раз его поймали, снова отправили на Соловки. У него был брат и сын. Бежал второй раз, оказался в Германии. вошел в эмигрантские круги, ну и, как теперь принято говорить, в эстеблишмент немецкий. Ну и, естественно, он там узнал, что Германия готовится к близк к Ригу по отношению к Советской России. Он слушал, слушал, сильно возмутился и стал задавать вопросы и нашим белым эмигрантам и немецкому эстеблишменту. А с чего это вы взяли, что у вас получится такой близк к Ригу? Вы хоть вообще-то изучали психологию русского народа? Ну как же, как же? Мы изучали по литературе я зачитаю несколько цитат из его народной монархии, где Иван Лукьянович пишет, «Литература есть всегда кривое зеркало жизни, но в русском примере эта кривизна переходит уже в какое-то четвертое измерение. Из русской реальности наша литература не отразила почти ничего. Отразила ли она идеалы русского народа? Или явилась результатом разброда нашего национального сознания? Или сверх того Толстой выразил свою тоску по умиравшим дворянским гнездам, Достоевский свою эпилепсию, Чехов свою чахотку, а Горький свою злобную и безграничную жажду денег, которые он смог кое-как удовлетворить только на самом склоне своей жизни, да и то за счет совзнаков. Он не говорил советских денег, а совзнаков, и он их предупредил. Ладно, мы с вами это обсудим после того, как русские танки войдут в Берлин. Ну, что вызвало естественно негативную реакцию в немецкой элите, да и у наших эмигрантов, которые готовы были помогать. Откуда, собственно, появилась такая уверенность Гитлера, что Блицкриг в Советской России у нас состоится? Да, дело в том, что к тому времени все европейские правительства уже были по сути фашистскими и его торжественные марши по Парижу, столице Дании Копенгаген, Голландии, Бельгии и так далее, где война занимала от двух недель до недели, Польша, ну, заставили его увериваться, Блицкриг состоится. Единственная претензия, которую он предъявил в Вильгельминской Германии, что нельзя вести войну на два фронта. Это недопустимый субийственный роскошь войны на два фронта. В 1941 году один фронт уже был английский. Была ли Россия фронтом вообще? Или Германов советская война будет только увеселительной военной прогулкой, которая закончится намного раньше, чем Англия и Соединенные Штаты успеет закончить организацию своих армии? От ответа на этот вопрос зависела не только война на Востоке, но и война вообще. Я опускаю политические подробности Второй мировой войны. То есть война уже закончилась, Солоневич перебрался в Аргентину, оттуда в Боливию, в Парагвай, выпускал там газету. Я опускаю политические подробности Второй мировой войны, беру, только самые существенные. Война не была бы самоубийством, только исключительно в том случае, если бы информация германских, а также прочих других экспертов по русским делам оказалась правильной. Колосс, который раньше стоял на глиняных ногах, сейчас, по их мнению, стоит уже совсем на соломинах. Отбросим в сторону всякие моральные соображения и попробуем оценить германскую экспертизу только по ее техническим возможностям. По результатам история оценила это уже и без нас. Основной фон всей иностранной информации о России дала русская литература. Вот вам, пожалуйста, Обломовы и Маниловы. Лишние люди, бедные люди, идиоты, босики. Война и мир это исключение. Но она написана о делах давно минувших дней, о дворянстве, которые революции истреблено. На этом общем фоне расписывал свои отдельные узоры эмиграции. Раньше довоенная, революционная, вся, потом послевоенная, контрреволюционная. Врали обе. Довоенная облагала русскую монархию, послевоенная облагала русский народ. Довоенная болтала об азиатском деспотизме, воспитавшим арабские пороги народа послевоенные, а народные азиатские. Германия, кроме того, имела специалистов третьей разновидности, балтийских немцев, которые ненавидели Россию за русификацию Прибалтики, монархию за разгром дворянских привилегий, православие за его роль морального барьера против западных влияний. Таким образом, представление иностранцев о России создалась довольно стройная картина. Она была обоснована документально. Он правильно говорит об иностранцах, потому что мы имели дело не столько с фашистской Германией, сколько со всей фашистской Европы, с ее экономическим потенциалом. Она была обоснована документально, ссылками на русские же авторитеты. Она была выдержана логически. Из этих ссылок были сделаны совершенно логические выводы. В частности, в немецком представлении Россия была колоссом на глиняных ногах, которого в свое время кое-как поддержали немцы, как государственно одаренная раса. Образ этого колосса, кроме того, совершенно соответствовал и немецким вожделениям. Таким образом, сущие и желаемые сливались вполне гармонически до горького опыта Второй мировой войны. Потом пришло некоторое разочарование, и немецкая послевоенная пресса с некоторым удивлением отмечает тот странный факт, что литература по крайней мере художественная вовсе не обязательно отражает в себе национальную психологию. Не слишком полно отражает ее историческая литература, отражающая по Випперу не столько историческую реальность прошлого, сколько политические нужды настоящие. Строится миф. Миф облекается бумажной одеянией из цитат. Миф манит. Потом он сталкивается с реальностью, и от мифа остаются только колочки бумаги, густо пропитанные кровью. Вот удивительно, что наш президент Владимир Владимирович обратил внимание на философа Ильина и решил, что мир будет строиться по Ильину, но совершенно не обратил на народного философа Ивана Лукьяновича Солоневича. Ну, а теперь несколько слов о пресс-конференции, которая была назначена на 14 декабря этого юбилейного года. как только я услышал эту дату, у меня почему-то всплыла дата выхода декабристов на Сенатскую площадь, и я задумался о том, как это связано. Ну, потом решил, что это мои просто домыслы, но 16 декабря через два дня по Первому каналу был показан фильм про декабристов, он длился почти четыре часа. Там подтверждались многие факты нам известные о том, что на Сенатскую площадь вышло около 600 будущих декабристов, половину из которых представляли масоны. Потом, когда восстание было подавлено, следствие вели двое Бенкендорф, и сам император Николай Павлович. Что выступление декабристы планировали на март, кстати, в марте у нас выборы, вот, но их планы спутал Александр Первый, о котором Александр Сергеевич Пушкин в 10-й главе Онегина писал «Властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретой славой над нами властвовал тогда». Ну, известно, что Александр Первый сослал Пушкина Михайловское, А Николай после коронации вызвал его в Москву и имел там продолжительную четырёхчасовую беседу, которая нами в больших подробностях описана. Самое интересное, что многие декабристы просили императора отвечать по-французски, поскольку практически не знали русского языка. Пестель, который командовал Нижегородским полком, был вороватым командиром полка, а воровал он, чтобы выплачивать долги своего папаши. Ну, я не буду подробно останавливаться, на анализе пресс-конференции, о ней уже очень много написано. Скажу только одно. Несмотря на то, что доминантой русской цивилизации является справедливость, на этой пресс-конференции то ли вопросов не было заданным, то ли вопросы были заданы так, что Путин ни слова не сказал о справедливости. это не интересует элиту журналистика. Ну, да, было собрано 1640 журналистов. На наш взгляд, собирая хоть тысячу, хоть две, хоть три тысячи, журналисты, из них ничего не выжмешь, кроме тех глупостей и вопросов глупых, которые они задавали. Но это срез в какой-то мере всего нашего общества. И таким образом Путин показывал, вот такое общество, другого у нас нет, какое мы имеем. Многие сейчас не понимают, а почему Запад после того, как Советская Россия отказалась от марксизма, от строительства, социализма, по-прежнему ненавидит Россию, считает ее главным врагом. И вопрос, и ответа на этот вопрос наша элита не дает. А ответ вообще-то есть. результаты вот Всемирного форума социализма мира сегодня были доложены нашему послу Денису Андрею Ивановичу, а Запад доложил своему послу Киссинджеру, который в нашем представлении кисы воробьянинов из романа «Двенадцать стульев». Так вот, где-то, кажется, в сентябре в Лондоне проходила конференция по случаю годовщины Маргарет Тэтчер. Этот вопрос был задан Киссинджером. Вы можете ответить, почему теперь, когда Россия отказалась и от марксизма, и от социализма, Запад по-прежнему ее ненавидит? И Киссинджер ответил, он, правда, не произнес слова «цивилизация», но это подразумевалось в ответе. Россия опасна для Запада ее безграничными просторами, ее несметными богатствами, но главное своим видением и пониманием будущего. По сути, вот так он определил место концепции общественной безопасности как видение и понимание будущего. И Россия может построить новый мировой порядок на основе своего видения и понимания будущего, в котором не будет места Западу. Но он имел в виду не всем жителям Запада, а именно истеблишменту. А действительно, Россия империя или цивилизация, она была цивилизацией времена Романовых и утвердилась как цивилизация в советские времена. Мы можем судить это по одной, но всеобщей фразе американских журналистов после того, как в 99 году лучшие советские фильмы сталинских времен привезли в Соединенные Штаты, толпы ходили на просмотр, ну естественно, газеты давали рецензии. Главное в них было следующее, это какая-то другая цивилизация, то есть журналистика Запада знает Запад и Восток и знает формулу Киплинга Запад есть Запад, Восток есть Восток, им никогда не сойтись. Но у России есть своя миссия. Рано или поздно на планете Земля будет единая цивилизация. И вот уже последних 12 тысяч послепотопных лет идет борьба. Первое за то, какая концепция будет на планете Земля, какую культуру она сформирует, а культура вариативна, она может сделать так, что человечество само себя уничтожит, а может сделать так, что человечество будет жить в благоденствии. Вот в понимании роли русской цивилизации очень важно место занимает товарищ Сталин, день рождения которого совсем недавно отмечено было огромным количеством красных гвоздик. Обратите внимание, ни к одному памятнику, ни к одной плите в Кремлевской стене на день рождения, а там отмечены дни рождения, дни смерти, не приносили столько цветов. Ну, вы все знаете, что для того, чтобы убедиться, а как относится общество к Сталину, была придумана игра «Имя России», но либералы в ужасе убедились, что большинство назвали товарища Сталина, и они вынуждены были взять другую фигуру с очень... Ну, ну, то есть, они два раза мухлевали. Да, ну, там они мухлевали, но они вынуждены были взять Александра Невского, история которого очень туманная, доказать что-либо было сложно. Так вот, есть еще один момент, да, в отношении вот Сталина. Для нас очень важно было, когда Сталин расширивался марксизмом. В нашем представлении первое разочарование, а ведь вот Путин ни словом не обмолвился в отношении вот этой великой даты, великого октября, столетия великого октября. Хотя во многих странах коммунистические и социалистические партии отметили эту дату. И многих, во многих странах, а я говорю, вот последние десятилетия побывал там, ждали, что Россия заявит новую глобальную повестку дня именно в год столетия великого октября. Мы год столетия великого октября отметили в записках текущим моментом, где выразили свое отношение и показали, что все вопли либералов о том, что Россия развивалась, если бы большевики не остановили ее развитие, то мы бы сейчас там процветали. У нас мнение такое. У революции есть объективные и субъективные причины. главная объективная причина революции – это остановка в развитии. Об этом говорит конец, вернее, вторая половина XIX века. У нас там было отменено крепостное право, а чтобы было что с чем сравнивать, в Японии произошла революция Мэйдзи. И вот характер этой революции в Японии и в России говорит о многом. Почему-то те, кто славит Александра Третьего и даже ставят ему памятники, не говорят о законе о кухаркиных детях, а он имел самые негативные последствия, потому что он остановил развитие социальной базы управленческого корпуса до границ общества. Закон о кухаркиных детях не предполагало учебу простых людей в гимназиях и высших учебных заведениях, ну, за исключением евреев, которым, хотя и были ограничения в силу черты оседлости, но им были даны послабления. А император Японии наоборот сказал, все подданы мои дети, все должны учиться. И к 905 году, когда началась Японо-русская война, флот Японии, который построен был очень быстро, и флот Российской империи продемонстрировал вот эту разницу. Рядовые матросы на русском флоте менее чем 60% были грамотны, а в японском флоте 95% были грамотны. Поскольку флот кораблей военной это сосредоточие техники, передовой, между прочим, для того времени, то это и сыграло решающий роль, хотя ресурсы Японии незначительные по сравнению с ресурсами Российской империи, тем не менее, войну мы проиграли. Ну да, Японии помогали Соединенные Штаты, Великобритания, которые всегда были нашими врагами, Ну а вот Путин о справедливости вручая награды за правозащитную деятельность Людмилу Алексееву и сказал при этом следующее Сен-Симон и другие социалисты утописты, а потом и другие люди, которые искренне скремились к добру, мечтали о городах солнца, Сен-Симон не писал книги «Город солнца», ее написал Кампанелло, «До таких городов нет и вряд ли когда-нибудь будут». Это отношение Путина к понятию справедливости. Поскольку у городов солнца не предвидится, то всегда будут востребованы такие люди, как вы. И дело не в двух поротых или не поротых поколениях. Колокол, в который звонил Герцен и его динамышленники всегда будет нужен в любом обществе и в нашей стране еще долго будет востребован. Город солнца написал Кампанелло Ни Сен-Симон. Так вот о том, что Россия цивилизация, вообще-то Америка, чем другая цивилизация, отличная и от запада, от востока. Чем характеризуется цивилизация? Не ценностями, а идеалами. Без всякого наукообразия идеалы запада отличаются от идеалов востока. А идеал России известен, справедливость. Русский человек не может жить спокойно, если он где-то видит несправедливость. И он всегда будет бороться за эту справедливость. Интересно то, что в 59-м году Хрущев посетил Соединенный Штат. Он проехал по городам Вашингтону, Нью-Йорку, по городам Атлантического, Тихоокеанского побережья. Я посмотрел этот фильм недавно, я его раньше не видел, и был поражен, что его встречали рокоплесканиями и любопытством. Там было, правда, больше любопытства, чем рокоплескания толпы на улицах Соединенных Штатов. Хотя церковь американская обращаясь к народу просила игнорировать этот визит. Это тоже говорит о том, что Запад до 99-го года еще было 40 лет воспринимал Россию как отдельную цивилизацию, не похожую ни на Восток, ни на Запад. Ну, вот о пресс-конференции что бы я хотел отметить. впервые там было хорошо видно по взглядам Путина, по его глазам, что одна информация шла с бессознательных уровней психики, а другая на уровне сознания. Так вот, особенно когда там председатель или директор завода под видом журналиста, да, зуб прорвался на эту пресс-конференцию, вот, от Путина стало исходить, что система, созданная либералами в августе 91-го года, не работоспособна. Естественно, возник вопрос, а готов ли Путин менять эту систему? ответ, скорее всего, нет. Почему? Вот в тех вопросах, которые нам задают, и не только вот к моей встрече с вами, а почему Путин не оглашает материалы концепции? я отвечу, как понимаю это, жестко, но потому, что у Путина юридическое образование, у нас два юриста власти, премьер Медведев и президент, и оба имеют юридическое образование. В моем представлении юридическое образование вообще юриспруденция не наука, а разновидность талмудистики. Обучить талмудистике можно, но всякое обучение талмудистике блокирует интеллектуальное развитие. А концепции общественной безопасности, ее материалы и достаточно общей теории управления, это не для блокированного интеллекта. А вот неопределенность позволяет заниматься разводками, потому что упрек нам в категоричности суждения вернее в их определенности задают многие. Путин пользуется этой неопределенностью. Как? Для патриотов он патриот, для либералов он либерал, для православных он православный, для католиков он католик, для иудеев он иудей, потому что Берлазар ему как-то прямо в открытом эфире сказал, евреям никогда не жилось так хорошо в России, как при вашем правлении. Даже проходила информация, что он принял мусульманство. Да. Ну, для мусульман он тот, кто поддерживает ислам, но какой? И тут я вынужден затронуть вопрос религии, поскольку все, что касается атрибутики новой России после 1991 года, это принесла в Россию церковь. И сейчас снова пиарится формула Филофея Москва Третий Рим. Но мало кто знает, а вернее понимает, знают-то все, что Рим, да, был великим, но он не был справедливым. Россия имеет идеал справедливости, а берется формула Москва Третий Рим. Давайте посмотрим, в чем же справедливость христианства, как религия рабов, появилась в одной из провинций Римской империи. В 1524 году один из монахов Псковска по-моему, Белозерском монастыря все время говорил о том, что вот-вот скоро будет потоп. Филофей был в некотором роде учеником этого монаха, и он вот эту формулу и выпустил. Москва Третий Рим. Четвертому не быть. Причем он относил это почему-то к Москве только. А русская цивилизация это не только Москва. Ну и что мы видим? Есть теперь даже телевизионный канал Спас, где идет постоянная пиар церкви, но многие думают, что если кто-то печет на Пасху куличи и красит яйца, то он уже христианин. Мировоззренческую сторону христианства никто не затрагивает. Более того, есть учение Христа, есть исторически сложившееся христианство, так же как есть Коран, есть исторически сложившийся ислам. Вот наши руководители правители тоже этого не замечают. И когда нас, я имею в виду авторский коллектив, упрекают, что мы против Бога, они путают церковь с Богом. Один раз только один молодой человек задал вопрос, вот, на этой программе спас. А вы что считаете, что церковь и Бог это одно и то же, но вот те, кто отстаивал религиозную формула Москва, Третий Рим, отмолчался. Поэтому атеизмов два типа. Есть идеалистический атеизм, который развивался по мере того, как церковь отходила от учения Христа. Пусть попы ответят на вопрос, почему старцы, которых они святыми считают, уходили из церкви в скиты. То есть, почему-то они не считали возможным быть вместе с церковью. Вот такой вопрос. Вот Сталин в период войны восстановил патриаршу на сколько понимаете. Он разрешил восстановить. И ввел награды имперской и погоны собственно имперские. Это как раз вот к ответу на вопрос, когда Сталин разрешался к марксизме. Мы считаем, что это был длительный период. Вот по моим представлениям это началось как раз в тот момент, когда он ввел орденание Маркса и Энгельса Суворова, Кутузова, Нахимова, Александра Невского. То есть обратился героем прошлого России. Значит ли это, что он стал имперцем, потому что есть же определенная категория, кто его представляет как восстановителя расистских. Не, ну многие считают и считали, что Сталин был тоже монархом, от Ростки называл его Тамерланом с телефоном, вот, вот, но это, конечно, совсем не так. А закончился этот период разочарования марксизма, его работы об экономических проблемах социализма. и его интервью члену ЦК от Нижегородской области Чеснокова, где он сказал, прямо это он не говорил, что теория марксизма, она не верна, но он сказал следующее, мы можем чего-то напутать в экономике, мы это поправим, то если у нас не будет теории, я бы добавил адекватной жизни, то нам смерть, он повторил еще два раза смерть, смерть. Фактически это был призыв, у нас же было огромное количество институтов марксизма и ленизма, и считалось, что именно там бьется самая серьезная философская мысль. Вот, кроме того, во всех университетах были факультеты философские, где изучали марксизм. И здесь же ответ на вопрос, как и почему Сталин просмотрел предателя Хрущева. Вот теперь, когда открыты архивы, нас удивляет, почему руководство не выразило своей позиции Хрущеву, к Берии, к Сталину, народ уже выразил, Хрущев предатель, и там был заговор. А Сталин был истинный вождь, и под руководством этого вождя тыл, фронт объединились и разгромили экономически, не только армия всей Западной Европы, но фактически победили и экономический потенциал, то есть стало ясно, что недостаточно иметь мощный экономический потенциал, о котором сейчас на каждом углу верещат либералы, нужно иметь еще кое-что дух. Вот этот-то дух увидел Солоневича, но не увидел Ильин. И с помощью этого духа, ну, конечно, и оборонка, которой, кстати, руководил Берия, позволили вооружить армию так, что мы смогли раздавить фашизм Европы. Но есть один эпизод, он связан с Орденами. Ну, в июне высадились союзники в Италии, потом Нормандии, имеется в виду июнь 1944 года. А мы остановили наступление, Сталин потребовал дать передышку войскам, подтянуть тылы, и тут Гитлер, видя, что на Восточном фронте затишье, он перебросил часть войск на Западный фронт, и в Орденах так дал союзникам, что готов был их сбросить в Атлантику. Тогда Черчилль обратился с письмом к Сталину с просьбой начать наступление пораньше, там планировал где-то до 20-й числа января 1945-го, он просил в первую неделю января. Вот давайте зададимся вопросом, имел ли Сталин моральное право задержать начало наступления, имел, моральное право и ответить Черчиллю. Мы же не говорим вам, что вы должны ждать три с лишним года открытия второго фронта, как это делали вы, но потерпите хотя бы две недельки. Мы начнем наступление и поможем. Заодно почувствуйте на своей шкуре, что такое военная машина фашизма. Сталин не стал так отвечать и писать. Наступление началось раньше, потому что было все готово для последнего рывка взятия Берлина. Ну вот война закончилась, мир был поделен, послевоенный мир. И сейчас Запад хочет пересмотреть итоги Второй мировой войны. Вот этот миф, который Запад создавал перед началом нападения фашистской Германии на Советский Союз, манит американцев точно так же, как манил немцев. И что? Миф о том, что одним ударом да, что это колосс на глильных ногах, ну я полагаю, что Путин показал в Сирии, что это миф. И тот, кто пожелает еще раз проверить, насколько это миф жизнеспособен, может получить танки в Вашингтоне русские. войны американцы сами никогда войны не начнут. Они это показали во время событий в Грузии, где подначивали храбрый грузин, давайте, давайте, вы же знаете, что мы за вами стоим. Этот миф манит сейчас Порошенко, но что-то уже сломалось, потому что американцам кроме Крыма и Севастополя от Украины ничего нужно не было. Теперь вопрос всем, кто меня слушает, а почему 4 года никак не могут нормализоваться наши отношения с Украиной? Наше мнение такое, а потому что нет разницы между олигархами Украины и нашими олигархами любые, кто хотели бы вернуть прежние отношения с Россией, задумываются, а на кой хрен нам идти на поклон олигархам российским, если у нас свои олигархи, которые превратили нашу страну в нищенскую резервацию. еще неизвестно, как российские олигархи с нами поступят. Вопрос о том, что партизанская война, ну, это может быть, но это проблематично, потому что так, если бы не остановлены были тогда наступления Донецка и Луганска, и они не дошли бы до Киева, все равно бы санкции были. Но зато не было бы четыре года вот этого ужаса для мирных жителей, в которых, в котором погибло уже пятьдесят тысяч. Оценки, правда, разные. Ну, а украинцев подзуживают американцы, им нужно, чтобы вот этот конфликт постоянно тлел на границе. Ну, теперь возвращаюсь к вопросу. вот, ну, и к тем вопросам, которые вот заданы триста с лишним. Там много вопросов, почему Путин? Путин не должен быть популяризатором концепции общественной безопасности. Знает он о ней? Конечно, знает. Об этом говорит хотя бы тот факт, что 20 ноября 2013 года, после Всемирного форума социализма мир сегодня, он утвердил концепцию общественной безопасности, прекрасно понимая, что аббревиатура КОП, тот, кто будет выходить на нее, сразу позволяет выйти на материалы концепции общественной безопасности. Плюс это сигнал китайцам. Плюс сигнал азиатам. Да, да. Это было в 13.30 20 ноября, а уже в 18 часов Лефортовский суд главную книгу «Концепция общественной безопасности мертвую воду» внес список экстремистской литературы. На основании экспертов, которые сделали заключение, ну как же, если есть в книге слово еврей, это уже экстремизм. хотя когда евреи пишут и ругают русских, им ничего, все это сходит с рук. Вот здесь надо задуматься. Меня часто спрашивают о будущем концепции. Что я могу сказать? Вот эта эйфория, которую подняли все средства массовой информации в течение октября, ноября, она сойдет. И общество снова обратится к альтернативе. Еще раз повторяю, Россия не страна в обычном понимании и не империя, а цивилизация. А цивилизация должна иметь и свою концепцию. Конечно, я не могу сказать, что вот это то, что действительно наиболее адекватно отражает реальность. Вот так сядьте, напишите другую. Такие попытки были. Даже выезжали в Средиземное море, на остров Корфу и выпускали по три, по четыре тома, но это ничем не кончилось, это читать никто даже не стал. Была концепция России, так она и называлась, там участники ее калашников, там еще аверьянов еще выпускали большими тиражами, которые никуда не пошли. Так вот, нам все равно придется решать проблему религиозную, потому что, еще раз говорю, есть два вида атеизма, идеалистический и материалистический. Материалисты атеисты говорят, Бога нет, когда их спрашивают, а что есть, законы природы, и они начинают обожествлять эти законы природы. А с атеистами, идеалистами дело сложнее, говорят, Бог есть, Он вот в этих костях, которые таскают поиски Богородицы, которых тоже много, Бог в церкви, А Иоанн Кроштадский сказал, да церкви восстановят и купола позолотят, только они будут пустыми. И действительно, сколько бы ни звали молодежь в церкви, она не идет. Она не идет не только у нас в России, она не идет и на Западе. Россия за тысячу лет, она не просто сохранила православие, она преодолела идеалистический атеизм. Всех церквей, всех церквей имени Христа, и православных, и вот, потому что Владимир выбрал христианство Константинополя, но почему-то либералы и попытки Пашевкунова, который учился в институте коммонтографии, принимал наркотики, пьянствовал, потом его отправили чистить нужники, и он 10 дней в Сковско-Печерской лавре этим занимался, теперь он Константинопольскую церковь рекламирует. Но Рим наследник, история религии имеет очень большое время. Началось это все в Египте, где был зверинец богов, то есть в каждом номе, в каждой области был свой свое тотемное животное. Потом в Греции появился зверинец людей. Это было отражено в том, что на Олимпе были боги антропоморфные люди. У каждого был тотем свой. Да. Рим наследник Греции взял всех греческих богов людей, дал им только название Низевса, Юпитер и так далее. Но все римские философы ездили учиться в Грецию. Потом Римская империя раскололась на восточную и западную часть. Более того, западная часть успешно грабила восточную, поскольку считала ее более богатой. Почему первой погибла восточно-римской империи со столицей Византии? А потому что там шла война патриарха с императором. И герб двуглавый орел, когда на одном из крейсеров император Николай Второй обходил строй матросов, он спросил одного, что есть герб Российской империи, указав на двуглавого орла. Матрос без запинки ответил, урод Ваше Величество. Какова была реакция императора, неизвестно, но это действительно урод. А по этому поводу есть Евангелие изречение «Царство, разделившись в самом себе, не устоит». Оно и не устояло. Потом Константин Великий, которого сделали святым, и который был верховным жрецом культа «Непобедимое солнце», видел, что империя разваливается. Кстати, экономический потенциал Римской империи и технические достижения были намного выше тех, которыми обладали варвары, которые окружали Римскую империю. Тем не менее, Римская империя погибла под натиском варваров. Так что не только ВВП играет роль, а хотя Константин, желая спасти Римскую империю, решил, он понимал, что множество богов, да тем более языческих, не делает блага для империи, он решил множество богов заменить одним богочеловеком Иисусом. Хотя нигде ни в одном Евангелии даже от Луки, Марка, Матфея, Иоанна не говорит Иисус, что он Бог. Он говорит, что он действует от имени Бога. И в этом плане совершенно справедливо роман Булгаков «Мастер Магарита», где главным стержнем является беседа Понтия Пилата с Яшуа, где действует Левий Матфий, один из евангелистов. Этот роман назван лучшим романом XX века, потому что он в литературной форме, отражает взаимоотношения Бога, человека, сатаны. Но церковь не приняла этот роман. Для нее художественное достоинство это и сколько бы ни пиарили Константинополь и этот герб, мы полагаем, что пройдет время, и у нас появится другой герб, а не этот двуглавый орел, который якобы смотрит на восток и на запад, никуда он не смотрит, он вообще слепой. Ну, а у американцев тоже орел, и у Гитлера был орел, и даже на пряжках немецких солдат был написан «С нами Бог». Написать можно все, что угодно, реализовать не все можно. И последнее, на что я хотел бы обратить внимание, о сложности восприятия концепции. Над этим пришлось задуматься после того, как я посмотрел дискуссию так называемой физика Катющика с одним из членов партии Единения, Горзенков, кажется, его фамилия. Не знаю, насколько он член партии, но, по-моему, теперь стал антикобовцем. Ну, это нормально. Самая большая сложность – это предельное обобщение. В нашем представлении они появились где-то во времена фараона Джосера, когда иерафанты выбрали четыре предельных обобщения. Они, кстати, не говорили о материи. Потом у нас была книга для начального чтения водовозов, в которой говорилось. Самым главным божеством египтян был бог Амун. Он стал из четырех богов. Вот будьте внимательны, потому что я отмечаю, что невнимательно читают наши книги. Там два бога женского рода и два мужского. Бог вещества, а не материя. Нет. Бог духа, который оживляет вещество и преобразует уже мужского рода. Там богиня вещества, а не бог. богиня вещества нет. Бог духа, ну, в нашем представлении энергии, которая оживляет материю неф. Богиня пространства, которое заполнено этим веществом, это пашт, и бог времени, бесконечного сибек. Две богини женского рода, материи нет, ну, информации нет. Вот. Причем сибек изображен как крокодил. Ну, то есть у него мышечное тело и голов. Да. Но у вещества мы знаем пять агрегатных состояний. Первичное вакуум физически, второе это поля, плазма, третье газообразное, четвертое, жидкое, пятое, твердое. В процессе устойчивого перехода из одного агрегата станем другой, энергия выделяется. Ну, чтобы газ превратить в жидкость, надо потратить энергию. Чтобы жидкость, жидкий газ перевести в твердое, углекислый газ, надо еще потратить энергию. А когда идет процесс обратный, то энергия выделяется. Ну, так же, как, чтобы перевести электрончик с ближней на дальнюю орбиту, энергия выделяется, а чтобы с дальней на ближнюю, она поглощается. Ничего здесь особого нет. Ну, вот в этой дискуссии Катюши-Горзенков даже не договорились, а что-нибудь обсуждать. потому что есть философские категории. Мы будем обсуждать философские категории или физические. Я в одном из семестров провел эксперимент. Лекция у меня отдельная по предельным обобщениям. Я рассказал, как формироваются предельные обобщения. Вот дерево, дерево, как кого во Вселенной нет. Есть дуб, береза, осина, липа или автомобиль и так далее. Также нет отдельной категории, это философская категория материи, как информации и меры. Но чтобы было понятнее студентам, я вывел цитату Пушкина на экран. «Проведение не алгебра, ум человеческий к простонародному выражению, не пророк, а угадчик. Он видит общий ход вещей, а не материи, и выводит из оного глубокие предположения, зачастую подтверждаемые временем. Но невозможно им предвидеть случай мощного мгновенного орудия проведения». Фраза закольцована. Это было в 1830 году. Пушкин находился в это время в Болдино и писал статью про историю русского народа, кажется, полевого. В конце есть вот этот вот цитат. 65 лет спустя Ленин написал свою главную философскую работу «Материализм и перекритицизм». И там он не сам, он просто повторил фразу одного французского философа, фамилию его, а, Корню, физик, не философ, а физик Корню, на Международном Конгрессе физика в Париже в 1900 году, чем, Ленин пишет, чем больше мы познаем явление природы, тем больше развивается, а точнее становится смелое картизианское воззрение на механизм мира. В физическом мире нет ничего, кроме материи и движения. В физическом мире. Я поставил вопрос перед студентами. Вы знаете Пушкина как великого поэта, но он был еще великим философом. У нас сегодня тема предельное обобщение. Вот вам два взгляда на предельное обобщение. Кто по-вашему более продвинутый философ, Пушкин или Ленин? В аудитории находилось 60 человек. Все молчали. Я уже был совершенно расстроен, думаю, ну как, я вроде подвел их к ответу. Наконец одна девушка сказала Пушкин. Я говорю, почему? А если был прав Ленин, то Пушкин бы написал, он видит общий ход материи, а не вещей. Я говорю, правильно, Пушкин. И Пушкин помог нам выбраться из-под завалов неадекватных жизнепредельных обобщений материи, энергии, пространства и времени. А еще не затрагивали мы, мы не затрагивали, да и Горзенков с котющиками не затрагивали определение времени. Наши мультики иногда бывают гениальными с точки зрения философии. Я помню, как меня поразил мультик, когда Аудав хотел сам себя померить. Взял попугая и попугаем померил себя. Во Вселенной нет ни материи и движения, во Вселенной нет ничего, кроме процессов, вещей и явлений. Все процессы носят колебательный характер. Если взять соотношение процессов каких-то, один взять в качестве эталонного, то мы получим субъективную оценку времени. Наиболее распространенное во Вселенной движение – это вращение. Планеты вращаются вокруг Солнца, вся Солнечная система вращается с планетами вокруг некого центра галактики, Млечном пути, где мы находимся, ну и так далее. Но если кто-то скажет, что ну а какое-то имеет значение, меня поразило другое, что за всю историю 5000 лет до новой эры, 2000 лет новой эры, ни наука, ни религия ни разу не затронули проблему предельных обобщений. Вот эта девушка спросила, мне только непонятно, откуда Пушкин поднялся вот до такого уровня, я ей ответил, Пушкин был очень дружен с Владимиром Ивановичем Далем, который написал словарь великорусского живого языка, а там есть выражение «нет вещи без образа». Образ это русское слово информации, потому что я вспоминаю, как одна девушка спросила меня «дайте мне образ Бога», на что я ответил «Бог не вещь, образа дать не могу». Ну а в Коране в суре 25 Аль-Фуркан, который трактуется как спасение и как развлечение, нет развлечения, нет и спасения, есть фраза «Бог создал всякую вещь и размерил ее мерой». Так сопало, что вот Пушкин нам своим выражением он видит общий ход вещей, помог фактически выбраться из завалов неадекватных жизней, предельных обобщений. Но из этого следуют очень серьезные выводы. Вообще на заказ Сталина о теории адекватной жизни пытался ответить Иван Антонович Ефремов, но к сожалению он был атеистом материстическим и был раздавлен марксизмом. Поэтому у него есть полеты кораблей межпланетных в другие галактики. Летать ни в какие галактики не нужно, а вот передавать матрицы на скорости близкой к бесконечности можно или информацию. Есть интервью Ивана Антоновича Ефремова, из которого можно понять, что он был близок к пониманию этого, потому что там есть фраза «Может оказаться так, что далекие миры вот тут рядом, только протяни руку». Я хорошо помню, как я по телевизору увидел на острове Борнео есть такой султанат Бруней, вот это мне плексиглазовый с нефтью, понимаешь? Когда я увидел по телевизору, вот, я подумал, ну а что мне может дать, если я окажусь там запахи, ну я думаю наука и до этого доберется. И вот в 12-м году я оказался на Борнео на конференции в султанате Бруней. Он знаменит тем, что там есть какая-то особая нефть, вот я и привез ее, видите, пузыречек запаянный, пексиглаз. Что я там увидел? Все то же самое, что по телевизору, а туалеты пахнут там так же, как и у нас. Вот. Но вы обратите внимание, как некий американец Маск сумел оболванить американцев, которые готовы лететь на Марс. Путин подписан, они собираются лететь на Луну. Ну, на Луну, но по крайней мере даже Путин сказал, что очень похоже, что никто на Луну не летал. Сейчас идет дискуссия. Для меня это однозначно, я имею свою историю этого, потому что за пояса Ван Аллена еще живая материя не летала. Хотя каких-то не теплокровных, а хладнокровных там животных отправляли черепах, и они вроде бы возвращались живыми. Но, тем не менее, Трамп поставил задачу снова лететь на Луну. Вот уникальное явление. Впервые президент, который был избран, не может приступить к исполнению своих обязанностей. И чтобы хоть как-то показать свою значимость, вот он заявил о необходимости повторить реализацию лунных программ. Ну, а там дальше и до Марса недалеко. В одной из первых своих записок, которые мы назвали «Для чего быть науки в 21 веке», там есть такие слова. Человечество знает, как построить корабль, чтобы долететь до Луны и до Марса. Но человечество пока не может ответить на вопрос, а зачем лететь на Луну и на Марс? До тех пор, пока библейская наука, другой у нас нет, не изменит отношение к предельным обобщениям и не заменит плоское представление на основе материи энергии пространства и времени материи информации и меры, наука будет в тупике. Поэтому я регулярно выступаю за рубежом, говорю, пять отраслей наук в тупике, это значит преподаватель не знает о чем говорить студентам. Это философия, философская наука даже не может ответить на вопрос, а зачем нужна философия. Дальше психология, социология, история и экономика. Об этом я говорил и в Европарламенте Брюсселе, об этом же я говорил и в Пекине. И возражений я не услышал. Ну, вот на этом я хочу закончить. я хочу поздравить всех с наступающим 2018 годом и одновременно ответить на вопрос еще раз. Эйфория от пиара имперской России пройдет. Общество снова обратится к альтернативе, к поиску концепции или новой глобальной программы, новой глобальной повестки дня. Ведь в 17-м году никакой глобальной повестки было не обозначено. Но если бы Россия остановилась на февральской революции, то ничего бы не изменилось. Их прошло уже в десятки стран. Одной буржуазной революции больше, другой меньше. И Ленин гениален тем, что он превратил буржуазную февральскую революцию в великую социалистическую революцию. В результате сформировался лагерь социализма. То, что Парижская коммуна проществовала 71 день, а Советский Союз 71 год, говорит, что еще не все закончено. Кто будет двигать эту концепцию? Уж, конечно, не наша элита. И научная прежде всего, она никогда это двигать не будет, она вся стоит на канонах библейской науки. Это за молодежью. Молодежь будет жить в будущем, она будет развивать эту концепцию, будет совершенствовать достаточно общую теорию управления, и Россия рано или поздно заявит свою новую глобальную повестку дня. Но не в лице ее руководителей, не важно, кто это будет, я думаю, что на ближайшие 6 лет снова будет Путин, Гурдинин вряд ли, станет президентом уже хотя бы потому, что его пиарит церковь, это говорит, чей он ставленник, хотя вот надо задуматься, ведь кому первый позвонил Ельцин, когда он объявил о конце Советского Союза? Бушу Тот был до этого директором ЦРУ. Вот вопрос ставлю перед вами. Как вы думаете, когда Ельцин решил уйти, либо решили уйти его, кому он об этом наложил, решил Путин сделать своим преемником? он позвонил в ЦРУ Ельцин, попросил Совета? Думаю, да. Недавно появилась статья, почему Путин не любит Сталина. Ну, Сталин действительно не доллар, которого любить или не любить, но то, что Путин отрицательно относится к Сталину, он прямо не говорит, но все его правление, он призывает народ его поддержать, потому что от народа будет зависеть, выберут его или нет, но опирается он на олигархов, это его опора. И я думаю, проект Грудинин это проект тех кланов, спецслужб, которые понимают, что вот эти шесть лет последние, им все равно надо искать преемника. поскольку в числе этих трехсот с лишним опросов и был вопрос о нашем отношении к Грудинин, но вот я таким образом отвечаю. В 95-м году вышел обзор возможных вариантов для России, и среди них рассматривался и монархический вариант двух вариаций, интернациональный монархизм с привлечением вариантов, и монархизм, который вырос из националоваждизма. То есть вождя делал преемственное вопрос. Да. И вот вопрос такой. На Западе пиарят Сталина как якобы неотличимого отца. Ну да. Для них он был монархом. Они отличаются на мой взгляд духовно. То есть те идеи справедливости, которые внес Сталин. И вы назвали его вождем. Значит ли это, что мы прошли период националоваждениями? Или нам все-таки в России предстоит еще экономики? Нет, мы прошли этот период националоваждизма. И даже вне зависимости от того, что Путин это сказал, монархические страницы перевернуты, монархия у нас восстановлена быть не может. Даже если они соберут собор и начнут искать, как во времена пошли смуты монарха. Я думаю, что церковь это вообще невыгодно. Ну, монархи и невыгодно. Петр Петр первый знал историю и он сделал свои выводы из истории Византии. Поэтому он запретил выборы патриарха, создал священный сенот, сказал, у меня есть палка, я вам всем отец. И когда февральская революция снесла монархия, церковь радовалась. Она сыграла значимую роль. Да. Более того, когда были сборы, там освободить из ареста Николаева семью, патриарх забрал эти деньги себе и сказал, церкви они нужны больше. Но большевики потом отобрали все ценности в церкви. Сейчас она вернулась, пытается вернуться в формате замены партии КПСФ. А потому что церковь и монарх это как близнецы братья. Монархия не может без церкви. Но и церковь не может без монархии. Вот среди вот этой записки 95-го года там был такой момент, что националовождизм у нас невозможен, потому что а что будет основой вот этой националистической Библии? Что будет? Майнкант не подходит, потому что мы все названы интерменши и как бы бессмысленно на этой основе. Соответственно, национал нацисты из тех, кто хотели бы реализовать националовождение, они должны выработать какую-то свою Библию. Церковь может быть претензирована... Ну, один раз попробовали Майнкант. Ну, почему бы они им не сделали, допустим, православие такого рода националистической Библии? Народ не примет. Вот, потому что преодолел идеалистический... И куда нам дальше? Мы этот вопрос поставили. Сейчас либералы вместе с церковью тащат нас даже не в 20-й век, а в 19-й. Это тоже не будет принято. И получается, что из всех этих возможных вариантов развития не работает и либеральный вариант уже на себя исчерпал совершенно. А национал вождь за нами уже преодолен, хотя тогда, в 95-м году, задавался вопросом, что... Пытался Жириновский, но кроме клоуна ничего из него не получилось. И с Путина это уже не получается, потому что, во-первых, строится-то все на популизме во многом, а сегодня внутренняя политика должна все население осущать, что на эти внии необходимо определенность вносить. Ну, вообще, у кланов, которые поставили Путина у власти и те, которые хотят это повторить, еще 6 лет. Скорее всего, они попытаются изменить Конституцию и ввести просто новую должность. Президент это не русское слово. Глава государства. Да, даже не глава, а глава какого-нибудь Совета. Все. И назначить его, ну, то есть, что-то типа Дэн Сяопина. И духовного лидера вранья. Ну, то, что Конституция будет предавлена, это вот, ну, Конституция будет изменять, у меня, например, сомнений нет, за этот период точно не произойдет. Да, эта Конституция была принята в не лучшие времена, после расстрела Верховного Совета, она свою миссию выполнила и даже перевыполнила. Она есть тормоз для развития России, русской цивилизации. Получается, одна из, ну, что ли, наверное, наших задач это поучаствовать в формировании новой Конституции, хотя бы, чтобы она начала отражать более, лучше вообще принцип справедливости. Да, конечно. Наверное, так. А вот как? Это уже, наверное, вопрос ко всем. Это вот вопрос ко всем, к молодым. Работать на развитии концепции. Да, и можно несколько вопросов в этом. Ну, во-первых, самое большое количество, конечно, вопросов, ну, не вопросов, скажем так, вопрос набрал, просто как вы себя чувствуете? Ну, после операции, конечно, за 4 месяца значительно лучше. Вот, 3 января будет 4 месяца. Рассказать, что полностью восстановился, не могу. С этим вопросом, связанным вообще с этой ситуацией, вопрос тоже достаточно, на мой даже взгляд, важный, что за прошедший год, ну, так, сформулированного, первых лиц концептуального движения, в том числе у вас, случилось довольно серьезное изменение в жизни. с вами, с Валерием Пякиным, с Ефимовым, может ли это быть результатом Григоряной атаки с Запада? Это результаты матричных войн или просто семейно-бытовые возрастные неврядицы? Спасибо. Я думаю, всего понемногу. Ответьте, пожалуйста, повышается ли мера понимания людей, судя по тем вопросам, которые вам задают? Какова динамика? Мера понимания, судя по вопросам, повышается, но незначительно. Что меня больше всего удивляет, что те, кто привержены концепции и говорят, что они изучают, не знают они, они не читают основных работ. Понимаете, я даже вот убедился, что лекции, они мало что дают. Книги, книги, мало что дают защиты диссертаций. Вот с Виктором Алексеевичем у нас были разговоры на тему создания новой школы, создать новую школу научную в рамках библейской школы. Вот сейчас Виктор Алексеевич ушел, его ушли с должности ректора. Ну и что? Вот был корпоратив вчера. И вся 12-летняя работа пошла на смарку. Пьют, курят, как будто бы ничего не было. вообще считаю, что книги, текстовая информация, они в первую очередь развивают воображение всех средств, будь то лекции, семинары. А вот это очень важно понять. Это то, что я не сказал. Несмотря на то, что либералы отодвинуты от власти, в их руках все средства массовой информации, в их руках вся культура, культура это и кино, театр, музей и так далее, газеты, журналы. Вся журналистика в их руках. И на этих пресс-конференциях демонстрируется либеральная журналистика, другой просто нет. Вот мне иногда до противного слушать, и вы, как только услышите эту еврейскую скороговорку, журналист, ла-ла-ла-ла-ла-ла, они специально так говорят, чтобы образы не возникали, пауза нужна, чтобы тот, кто слушает, у него сформировался образ. Я читаю реакцию там на мои выступления, на выступления Михаила Викторовича Величко, что очень медленно я ставлю на скорость двое больше. То есть, общество, даже сторонников концепции, уже приучено к этой еврейской скороговорке. Среди евреев был один левитан, который умел сказать так, чтобы образ возник, говорит, Москва, работают все радиостанции Советского Союза. И Гитлер считал его личным врагом. А во что превратились наши журналисты? Они даже специально еще увидели, трещат. Я сразу выключаю. В видеороликах это прям даже... Да, теперь смотрите, телевидение, оно вплошь американское. Чем было характерно американской телевидении? Три, пять минут театр, кино, а дальше реклама. Мы говорим, нет, нет, мы не американцы, вы уже все американцы, потому что вы все подсажены на американское телевидение. Тут так либо отключить его, потому что все эти Эрнсты, все, кто там сидят, это про американские и проплаченные, Америка проплачивает. Вы можете говорить все, что угодно. Нет, нет, а либералы кричат, что у нас за антимериканизм? Какой антимериканизм? Вот это страшнее, чем когда открыто насаждается американизм. Потому что на уровне алгоритмики мышления поведения? Да, алгоритмика мышления становится чисто американское. Это калейдоскоп, вот эта скоростная речевка и все вот эти ток-шоу Соловьева, там же одни и те же. Ну да. Кто там? Одни и те же. Представители одной и той же мафии. Трунский скрип. других нет. Вот в той статье, которая появилась завтра, худалей, по-моему, автор, или халдей, халдей, говорит о том, что троцкисты обыграли большевиков. То есть, почему Сталин не смог вскрыть троцкистский заговор в лице Хрущева, Хрущев был и оставался все время троцкистом. И неслучайно сын Берии не уехал за границу. А сын Хрущева живет в Америке. Вот как я понимаю, Сталин убедился, оглянулся вокруг, а нет людей, которые могли бы сформировать адекватную жизнетеорию. Язык. А? Язык, термонический аппарат. Да? А это понятийный аппарат. И тем, кто против концепции, и кто назвал нас сектой, церковь, им не нравится наш понятийный аппарат. Я 22 года в Большом университете преподавал не только в культете прикладной математики, и на социологическом, и на экономическом, и на философском. Вер курсы специалистов, которые приезжали из других городов. И я понимал трудности освоения концепции, но всякое упрощение, оно страдает. значит ли это, что если Сталин мог в тот момент, какая-то группа могла выработать альтернативный марксизм термогический аппарат, значит ли это, что Сталин мог таким образом решить проблему преемника своего? То есть, он описывал, что вот эта стратегия, она описывается таким-то языком, вот в ту сторону мы все двигаемся? Да, проблем преемника для Сталина не было. Он видел своим преемником Берию, но это то есть страшило троцкистов. Создать миг в отношении Берии, что он там девочек ловил на улице и где при его работе из загруженности 24 часа в сутки заниматься еще девочками. Ну и здесь конечно китайцы нам помогли мультиком «Вперед товарищи». где показано, что архив Берии Китая. Почему нам его не отдают, когда нам его вернут, это будет знак того, что троцкизм здесь преодолен. Потому что возвращать надо товарищей троцкистов. Вот этот вопрос задал про Сталина, потому что может ли Владимир решить проблему преемника, внеся как раз определенность в стратегию, в долгосрочную стратегию развития России. Сказал, вот стратегия хотели, вот она. вот судя по его последней пресс-конференции, я хотел бы ошибиться, надеюсь, что я ошибаюсь, Путин не видит связи между концепцией и идеологией, а идеология нужна только в том случае, если концепции не добра равные, а как библейская занята угнетением людей. Дальше система подготовки кадров на основе этой идеологии, как это было в марксистские времена, и вообще система. И пока было видно только, что он понял, что система не работоспособна. А вот готов ли он менять систему сам? Нет. Я думаю, что этим больше озабочены кланы, которые двигали и двигают его к власти. Они боятся, что если уйдет Путин, они передерутся между собой, и все будет еще намного хуже. Но ведь в среди кланов происходит такая игра как угадайка, то есть каждый из кланов пытается выдвинуть свой проект. У меня с СССР 2.0 русский проект, в свое время сербивский так называемый, выдвигался. проект «Россия», они пытаются вот эту неопределенность поднять под себя. Значит ли это, что у Владимира Владимировича нет никакой определенности в его внутреннем восприятии, а он конъюнктурно по целесообразности смотрит, какой из проектов более это невозможно, если нет неопределенности. Это как раз говорит о том, что он завязан на неопределенности, и его, видимо, тоже раздражает категоричность наших суждений. Просто многие же мечтают о том, что он возьмет, да и выйдет, что вот пожалуйста. Мечтать не вредно. Просто такие мечтания снимают ответственность, наверное. Таким образом люди себя ответственность снимают. Да. И вот это видно по многим вопросам. Да. Самим ответить. Ну, они демонстрируют то, что мы называем интеллектуальным иждивенчеством. Можно ли Владимир Владимирович подтолкнуть к тому, чтобы он определился во внутренней политике? Подталкивателей много. Она всех отбрыкивается. Как тогда сохранить устойчивость управления при переходе? Молодежь от Камчатки, Петропавловск-Камчатка до Калининграда, ты сам продемонстрировал мне. Там, где есть интернет, иногда это два-три человека, иногда даже один, везде есть сторонники концепции. Назад это теперь не запихнуть. И это чем дальше, тем будет больше востребованность. Вот сейчас общество пережило тяжелейшую кампанию, тяжелейшую кампанию по пиару имперскости России, но там не было ни слова концепции, они боятся даже в средствах массовой информации ругать концепцию, потому что они знают, ругань это тоже реклама. Вот это появление большого количества сторонников и групп, которые между собой уже начинают наложить грезинтальные связи, какая-то дееспособность появляется в группе, они начинают хотя бы какие-то грезинтальные новости узнают в группе. Это все картина очень напоминает то, что было перед революцией 2017 года. Большевистские кружки, именно на них потом, на эти советы, солдатов, крестьян фактически упала власть. Ну, в общем, в чем разница? Не хотелось бы переходить через этот период революционных потрясений. В чем разница? Вот в начале этого столетия, в 2005 году, ну, по богатству разделения было такое же, как сейчас. И это привело к революции. Наши олигархи, это в основном евреи, других у нас просто нет. И те, которых убедили, что вот, если ты будешь воровать и складывать в общак, то это хорошо, а если ты будешь инвестировать в развитие, это плохо. олигархи, но тогда была партия большевиков, но не было концепции развития. Сейчас есть концепция развития, но нет партии. Единую Россию нельзя назвать не партией большевиков, это партия олигархов. И тот же этот председатель Сафоза Ленин, он тоже олигарх, еще бы там о нем не говорили. Сейчас есть концепция «нет партии». Ну, у нас была записка где-то в начале века, что партии свою роль выполнили, и они не будут играть никакого значения. И хотя партии пытались создать но убедились, что это бесполезно. Хотя она в выборах даже участвовала на основе концепции. Сейчас только инициатива снизу и в основном молодежи, потому что концепция направлена на будущее. Путин сам говорит о будущем, о победе к победе, но он не может даже дать образ этого будущего. Они проводят несколько конкурсов среди молодежи, среди школьников. Это все игры, которые к реальности не имеют никакого отношения. Тем более, что у них есть отмазка щедровицкий, хотя щедровицкий методологии никакой не имели. Кто такой реально руководит администрацией президента, не Вайна, а Кириенко, воспитанник щедровицких и ему полностью доверяет. И все, кто сидят в правительстве, они так или иначе прошли школу щедровицкого. Ну и конечно вопросы спецслужб. В спецслужбы тоже приходят молодежь и в армии. Как они будут развиваться? У нас в спецслужбе был в общем-то задан такой вопрос, что первое, вы должны защищать какую-то, ну то есть защищать ту или иную стратегию. Вы эту стратегию вообще выясняете, какая она у нас? Такой вопрос. Если выясняете, то в каких формах она описывает все переговоры возможного воздействия на общество, то есть силовой, на ответ у Путина один, патриотизм. Но буржуазные либералы тоже, мы тоже патриоты. Олигархи говорят, мы тоже патриоты. Это не может быть идеологией, которая объединит людей. Как идеология, это может еще больше разобщить. Потому что никогда тот, который живет на пенсию 8 тысяч и олигарх, который в день получает 8 миллионов, они не могут объединиться. Конечно, ничто не может объединить паразитов и трудиться. Такой интересный вопрос. Если вот я абсолютно уверен, если бы не помощь, которую оказали мне, меня бы уже не было. Операция была настолько сложной, и я понимаю, человек, который взялся ее сделать, ну, даже вот четвертый месяц, там, я выхожу из этого кризиса. А ведь у нас была бесплатная медицина, бесплатное образование. Такой вопрос. Если вдруг кто-то напишет нечто, что лучше, чем концепция, а ваше меропонимание не будет готово к восприятию этого, то по каким критериям вы поймете, что это действительно лучше и глубже, концепция? Ну, критериев, я думаю, достаточно. Как решить вопрос праведливого устройства общества? Придельные обобщения. А методология? Методология, да. Практика. Тот, кто владеет методологией, для него это не вопрос. Разрабатываете ли вы тему развития? Каким-то не привитит от коллектива? Разрабатываем, конечно. Потому что вы говорили, что через это много чего можно раскрыть. Такой связанный вопрос. цельный высшего приоритета вы много раз называли достижением всеми людьми человечного типа строя психики. Но есть и промежуточные цели, менее высоких приоритетов. Назовите основные и какие из этих целей по мнению коллектива на данный момент достигаются более успешно? Какие требуют большего внимания и реализации общих усилий? Ну все равно все так или дальше сводится к тому и многие же вина до сих пор задают вопрос почему не даем метода достижения человечного типа строя очень много вопросов на эту тему будет ли индивидуал здесь проблема в том что как только мы это дадим все в колонну по одному ринутся и сомнут друг друга это опасно поэтому литература русская показывает ведь там нет положительных героев только отрицательных я помню как я в Липецке в институте в одном где преподаватели литературы были об этом сказал вот вы подходите к развилке где 12 дорог все дороги так или иначе ведут к цели но одна пропасть там куда-то на какую дорогу вы поставите указать вот так русская литература нельзя назвать Печорина положительным героем Евгения Онегина положительным героем Базарова положительным героем туда ходить не надо значит ли это что одни из лучших произведений это либеральные произведения типа левиапана которые в общем-то показывают просто беспросветную жизнь в глубинке и показывают только чернуху жестко причем либеральное творение последнего времени и как тогда оценивать творчество советского периода сталинского кино который призывал как раз показывал примеры жизнь была настолько тяжелой я жил в это время после войны и для меня такие фильмы как сказания о семье сибирской они определяют мальч жизни будущих мальчиков юношей мужчин до конца вот для меня фильм сказания о земле сибирской сыграла колоссальную роль были потом трудности моего пребывания на севере я всегда вспоминал этот фильм и соотносил свою жизнь с тем как прожил жизнь вот этот композитор главный герой значит я думаю что в культуре должны быть положительные примеры и туда куда не надо ходить и то и другое то есть из 12 дорог один указатель туда куда в пропасть идет один указатель на самую лучшую из дорог из всех людей еще важно чтобы читатель смог отличить одно от другого да иногда это невозможно ну вот для антилтопии да по крайней вы уже рассказали есть вопросы про наверное связи с ситуацией что если я уверен если бы у нас хоть каким-то образом идеалы концепции стали реализовываться на Украине очень много наших сторонников я убедился в этом 13-м году когда был в Киеве единственный человек с которым я два часа пробеседовал это был Медведчук и вот он приехал к своему куму Путину чтобы договориться об обмене пленными но все это разрешится ваше мнение хотя наверное сторонние люди на местах сами лучше понимают и сами налаживают эти горизонтальные связи уже налаживают как наиболее эффективно объединить не обязательно структуру каких-то сторонников концепции для совместной деятельности они должны находить живые дела которые с использованием методологии достаточного общей теории управления помогали бы решать их как только проблемы будут решаться они будут объединяться но здесь нужна конкретика жизни а не вообще да и что мы еще заметили что психоператский очень хорошо выявляется через дело то есть а как это применить в конкретной вот конкретной этой ситуации в нашей в которой мы находимся все каждый очень индивидуально очень индивидуально давайте закругляться ну все спасибо еще раз всех с наступающим новым годом пожелания здоровья счастья успехов новом году уверенности все будет хорошо может быть все таки 2018 год будет таким предъявлением мира каждый год потихоньку будет продвижением без рывков и срывов вот это самое главное наверное самое опасное время это наверное после после шестилетнего этого периода это самое опасное но я думаю что те кто двигает Путина они сами озабочены этим не меньше нашего и они что-нибудь придумают в этом смысле наши но молодежь кому сейчас под 30 уже будет под 40 должна сама этим озаботиться а кому 25 уже будет за 30 она тоже должна принимать не отдавать это на откуп либералам потому что формально не у власти но реально еще раз повторяю наука культура средства масс информации все в их руках американизированные сериалы вот это дебильные подачи информации это все американизмы и мы там вроде бы на контрах с американцем но американцы нас уже завоевали навязав нам американское телевидение даже в Америке нет такого как сейчас у нас я бы всех этих журналистов разогнал для начала либо послал их на курсы переподготовки кто их будет переподготовить такие же журналисты проще людей с улицы набрать да ничего прорвелся